Продолжаем тему DHCP сервера. В прошлый раз мы его развернули, настроили и он уже раздает IP адреса. Мне хочется хосты из нашей сети перевести на него, то есть убрать статику и получать IP по DHCP. Компьютер User1 у нас пока для красоты. Никакого толку от него нет, поэтому на нем это сделать будет просто. А что будет, если я на JumpHast уберу статичный адрес и получу по DHCP? DHCP сервер их не знает. Он получит запрос и выдаст первый свободный адрес из той сети, в которой они находятся. Это приведет к тому, что на JumpHast поменяются IP адреса. А я этого и совсем не хотел бы, потому что эти адреса прописаны в пробросе портов, в политиках Firewall и sh-конфигах. Говоря про реальную инфраструктуру, есть всякие сервера и компьютеры, на которых не должны меняться IP адреса, иначе это вызовет кучу проблем. Одни сервера по IP адресам связываются с другими, есть политики на Firewall, есть какие-то юзеры, которым нужен доступ к каким-то серверам и все такое. Да, большой ListTime отчасти решает эту проблему, но это не самое надежное решение. Некоторые из-за этого на варных хостах прописывают статику. Мы же это решим через DHCP. Ну и наш случай, когда JumpHast адреса не получали по DHCP, а значит в Лизах их нет. Переключим на DHCP, поменяются адреса. Чтобы этого избежать, нужно познакомить DHCP сервер с этими хостами, а для этого нужны MAC адреса серверов. Для начала подключимся к DHCP серверу, то есть к роутеру 3 и зайдем в настройки DHCPD.conf. Спустимся в самый низ, где мы оставили секцию хост. Теперь подключимся к JumpHost.dmz и посмотрим MAC адрес. Мы могли бы узнать MAC адрес и через ARP таблицу роутера 3, но мы подключились не просто так. Наши сервера подключены к сети двумя портами. Мы знаем, что у каждого порта свой MAC адрес, но обратите внимание на MAC адреса ENS3, ENS4 и TIM0. Они одинаковые. Все дело в Timming интерфейсе. Он назначает единый MAC адрес на оба интерфейса, так называемый виртуальный MAC адрес. Нас это полностью устраивает, но следует знать, что технически для Active Backup можно настроить разные MAC адреса на разных интерфейсах. У нас же MAC адреса одинаковые, поэтому скопируем общий MAC адрес и вернемся на DHCP сервер. Заменим название хоста на jumphost.dmz. После hardware Ethernet вставим скопированный MAC адрес, а fixed address заменим на IP адрес jumphost.dmz. Теперь DHCP сервер при виде этого MAC адреса всегда будет выдавать ему указанный IP адрес. Это называется резервированием IP адреса. Мы этот IP адрес зарезервировали для хоста с таким-то MAC адресом. Повторим то же самое для jumphost.int. Подключимся ко второму jumphost.dmz и посмотрим Timming интерфейс. Скопируем MAC адрес. Затем вернемся на DHCP сервер, скопируем секцию host и поменяем значение. Имя на jumphost.int, нужный MAC адрес и IP 401. У этого jumphost есть еще один интерфейс в пятом вилане. Вернемся к нему и посмотрим интерфейс ENS 5. Опять же скопируем MAC адрес. В настройках DHCP сервера добавим еще одну секцию host. Имя заменим на jumphost.int.mgmt. Ну и вставим нужный MAC адрес и пропишем IP 501. Тут есть один нюанс. Сервер получит настройки DHCP по двум интерфейсам. В LAN 4 и в LAN 5. И если в плане адресов DNS серверов никаких проблем, то вот получить два разных гейтвей это проблема. Но так как у нас в менеджмент вилане гейтвей не нужен, мы можем просто убрать option routers в subnet management. Итак, оба jumphost мы прописали. Давайте сохраним, выйдем и перезапустим DHCP. Теперь пойдем на первый jumphost. Для начала нам надо затереть то, что мы прописали статично, а именно gateway, маршруты, DNS. Нужно поменять IPv4 метод на авто и удалить статично прописанный адрес. После изменений поднимем интерфейс, чтобы применить настройки. То, что нас не выкинуло, уже говорит о том, что все сработало. Но давайте в этом убедимся. Посмотрим интерфейс. Как видите адрес 2.101 прописался по DHCP. Также посмотрим маршруты. Gateway и статичный маршрут также прописались. Значит все сработало. Теперь перейдем на второй jumphost. Делаем то же самое. Удаляем gateway, маршруты, DNS. Меняем метод на авто и удаляем адрес. Затем поднимаем интерфейс, чтобы применились настройки. И смотрим результат. Все работает. Прописался нужный IP адрес. Остался интерфейс в LANA 5. И для него мы сделаем то же самое. В конце убедимся, что с маршрутами все в порядке. Для полной уверенности попробуем подключиться с компа к роутеру 3, чтобы проверить соединение через оба jumphost. И все работает. Остался юзерский комп, но на него сейчас я не буду тратить время. Его адрес резервировать смысла нет, а поменять статику на DHCP вы и сами теперь можете. Теперь что касается отказа устойчивости. Представим, что DHCP сервер перестал работать. Новые компьютеры не могут получить IP адрес, а значит у них сеть не будет работать. Если DHCP сервер не будет работать очень долго, то на компьютерах, получивших адрес до проблемы, листайм закончится и на них также перестанет работать сеть. Ну или если компьютер перезагрузить, при подключении к сети DHCP клиент попробует связаться с сервером. И тут все зависит от DHCP клиента. Некоторые клиенты при недоступности DHCP сервера будут использовать старый адрес, а некоторые просто его потеряют. Да, вы скорее всего сможете восстановить DHCP сервер до того, как истечет листайм, но вот в гостевой сети или там, где компы периодически выключаются или подключаются к сети, проблема будет ощутима. Решение второй DHCP сервер. Ну и заодно вынесем функционал DHCP на отдельные сервера. Для этого добавим две новые виртуалки в серверную сеть. Чтобы не заморачиваться, я просто склонирую jumphost int и назову новые виртуалки DHCP1 и DHCP2. Также подключу двумя проводами к свитчам 3 и 4 и по одному кабелю на менеджмент свитч. Адреса дадим следующие. На DHCP1 адреса 10.0.4.4.10.0.5.4, а на DHCP2 – 10.0.4.5.10.0.5.5. Так как это DHCP сервера, тут нам нужно будет прописать статику. Гейтвей прописываем только в четвертом влане. Этап настройки имен и адресов я пропущу, вы и сами справитесь. Ну и не забудьте в srdconfig поправить listen-адрес. Чтобы мы могли скачать и установить DHCP сервер на новые сервера, нужно будет разрешить интернет в политиках Firewall. Вообще давать серверам интернет не очень безопасно, но мы только поставили систему. У нас не хватает пакетов, своего репозитория пока нет, прокси сервера нет, поэтому временно, для удобства, разрешим интернет. Для этого идем на роутер 3 и создаем новую политику. В этой политике мы разрешим серверам подключаться в интернет, поэтому входящей зоной будет сервера, а исходящий роутер, так как за ней находится роутер 1, который смотрит в интернет. Чтобы сервера могли достучаться до репозиториев, они сначала должны узнать их адреса – это DNS, а также подключиться к репозиториям – это HTTP и HTTPS. Добавим такие сервисы. После чего перезагрузим Firewall. Посмотрим политику. Зоны есть, сервисы есть, вроде все нормально. Установим DHCP сервер на DHCP 1 и DHCP 2. Чтобы заново конфиг не писать, скопируем его с роутера 3 на DHCP 1. Еще один момент. У нас сейчас конфиг разрастается. Тут у нас есть и сабнеты, и резервация, и всякие настройки. Плюс нам нужно будет для отказоустойчивости добавить еще несколько строк. При этом все кроме настроек отказоустойчивости на обоих серверах будет одинаковое. Поэтому я предлагаю сделать следующее. Вынести конфиги в отдельную директорию и дальше в ней делить. Затем эту директорию можно будет спокойно копировать на второй сервер. А в самом DHCP 2.conf держать только настройки отказоустойчивости, потому что они уникальны для каждого сервера. На сервере DHCP 1 создадим директорию ec7-dhcp-dhcpd.conf.d. Определим, с какой строчки начинается описание хостов. С 42 строчки. Перенесем все, что ниже 42 строчки, в файл dhcpd-conf.d-reservation.conf. В этом файле мы будем указывать те адреса, которые зарезервировали. А то, что выше 41 строки, вынесем в файл subns.conf. Там мы будем держать все, что касается подсетей. И чтобы основной конфиг файл ссылался на то, что лежит в этих директориях, сотрем все в основном файле DHCP.conf и пропишем в нем опции include, указывающие на все конфиг файлы в этой директории. Теперь мы должны прописать опции касательно отказоустойчивости. Легче всего зайти в man и поискать failover.peer.fool. Так вы найдете пример секции с настройками. Скопируйте всю секцию. Затем вернемся на dhcpd.conf и вставим скопированное перед опциями include. Давайте разбираться, что здесь написано. failover.peer.fool. Здесь определяется второй DHCP сервер, с которым этот будет обмениваться данными. Может быть несколько различных DHCP серверов, с которыми этот будет обмениваться подсетями. Скажем, для отказоустойчивости DHCP в рамках одной подсети он будет обмениваться с одним сервером, а для другой подсети – с другим. Fool – просто название, чтобы различать одни сервера от других. Поменяем его на DHCP 1.2. Primary – говорит о том, что это основной сервер. На втором сервере прописывается secondary. Некоторые опции настраиваются только на primary. Есть какие-то нюансы на уровне соединений, но в основном между primary и secondary разница небольшая. Adress. Здесь указывается адрес текущего сервера, который будет использоваться для обмена информацией между DHCP серверами. В нашем случае это 10.0.4.4. Порт – 647. Тот порт, на котором будет слушать этот сервер. По умолчанию это 647 TCP порт. Эту настройку можно убрать, чтобы оставить только необходимое. Давайте так и сделаем. PIR-адрес. Адрес другого сервера. В нашем случае – 10.0.4.5. PIR-порт – 847. Порт второго сервера. Вообще, в стандартах написано, что оба сервера должны слушать на 647 порту. Теоретически можно использовать другие порты. И она говорит, что 847 порт тоже относится к DHCP failover. Но никакого объяснения, для чего на secondary сервере использовать другой порт, я не нашел. Это один из вопросов, на которые я не могу найти ответ. Если уберем эту опцию, будет использоваться 647 порт. Давайте уберем эту опцию. MaxResponseDelay 60. Сколько секунд прождать, прежде чем посчитать второй сервер недоступно? Через 60 секунд, не получив ответа от primary сервера, второй сервер возьмет на себя роль primary. А по возвращению primary в строй, передаст ему информацию о всех выданных адресах и обновленных list time. MaxUnactUpdates10 Говорит о том, сколько максимум пакетов bindUpdate может отправить второй сервер, не получив bindAg. То есть, если какое-то время один из серверов не работал, а потом включился, у него информация о текущих выданных адресах может быть неактуальной. И вот он должен запросить у рабочего сервера свежую информацию. Рабочий сервер отправляет bindUpdate запросы, восстановленный обновляет у себя нужные записи и отправляет bindAg. То есть, сейчас рабочий сервер пошит максимум 10 запросов и будет ждать подтверждения. На самом деле, в такие дебри зачастую лезть не надо, но эта опция является обязательной, поэтому ее не мог не рассмотреть. MCLT 3600 Максимум client lead time Максимальное время, на которое одному серверу разрешено продлевать время визы, не сказав об этом второму серверу. Опять же, необязательные дебри, но постараюсь объяснить. Представьте, оба сервера работали. К одному из них пришел запрос от клиента, мол, продли пожалуйста. Этот сервер продлил у себя, у клиента, но не успев сказать о продлении второму серверу, вдруг вышел из строя. Второй сервер не будет знать, что у клиента продлили время. Клиент из-за продленного времени не будет обращаться к серверу, а оставшийся сервер, не видя запросов о продлении, посчитает, что время аренды этого адреса истекло. И теоретически может отдать этот адрес другому хосту. Поэтому рабочий сервер, прежде чем начать обслуживать клиентов нерабочего сервера, обязательно ждет указанное время. Этот параметр указывается только на primary сервере, а primary при связи с secondary передает ему это значение. Split 128 говорит о распределении адресов. При 128 половину хостов обслуживает primary сервер, другую половину – secondary. Если значение 0 – все хосты обслуживают secondary. Если 256 – все хосты обслуживают primary. Ну и всякие вариации, кто больше адресов выдает. Это значение указывается только на primary. Load Balance Max Seconds 3. Если пришел DHP Discover или Request, и в течение 3 секунд второй хост не ответил, хотя очередь была его, то балансировка игнорируется, и этому клиенту отвечает данный сервер. Это имеет смысл, когда сервера вроде считают друг друга доступными, но другой сервер почему-то игнорирует запросы. В итоге у нас получается такой конфиг. Общая часть, которая должна быть и на этом сервере, и на том, вынесена в различные файлы в директории. То, что будет отличаться в зависимости от primary и secondary, прописано здесь. Но мало прописать файловер пир, его надо еще указать для сабнетов. Поэтому заходим в файл zhpd.conf.d, subnets.conf, каждый рейндж берем в пул, и в нем уже прописываем файловер пир. То есть для различных адресов могут быть различные группы DHP серверов. После того, как везде пропишем пул и файловер пир, сохраним настройки и выйдем. Копируем настройки zhpd.conf и директорию на второй DHP сервер. Да, если мы будем делать какие-то изменения на DHCP, то постоянно нужно будет копировать файлы на второй сервер. То есть лизы между серверами синхронизируются, а вот конфиги нет. Можно, конечно, через какой-нибудь rsync и cron настроить синхронизацию директории или каким-нибудь другим способом. Я ничего изобретать не буду, так как планирую в будущем применить подходы инфраструктура как код, и он решит данную проблему. А пока перейдем на второй сервер и откроем dhpd.conf. Здесь мы поменяем primary на secondary. Значение адрес и пир адрес поменяем местами, а также закомментируем mclc и split. Кроме того, на обоих серверах в firewall добавим порт 647.tcp, чтобы DHCP сервера могли обмениваться данными. Но прежде чем включать DHCP сервера, давайте вернемся к схеме. Когда у нас DHCP сервером был роутер 3, было легко. На него проходили все вланы, а значит все broadcast-запросы доходили до DHCP сервера. Но сейчас DHCP сервера работают в четвертом влане, а значит они не смогут обслуживать другие подсети. Теоретически можно было бы выдать на DHCP сервера транком все вланы, но выдавать все вланы на одно устройство считается плохой практикой, потому что в случае уязвимости с любого влана можно будет попасть на DHCP сервер, а с него на все остальные хосты во всей сети. То есть нам нужно, чтобы DHCP сервер обслуживал все подсети, но делал это не напрямую. Для этого есть так называемый DHCP relay. Это функционал, который зачастую есть во всяких роутерах и свитчах. И он позволяет пересылать DHCP запросы на DHCP сервера. Вкратце, на роутере мы настраиваем DHCP relay. При виде DHCP запросов он пересылает их на DHCP сервера. DHCP сервера отвечают DHCP relay, а он пересылает клиентам. Нам нужно поставить relay на роутер 3 и 4. Для начала подключаемся на роутер 3. Сразу же отключаем и убираем из автозапуска DHCP сервер, так как здесь он больше не нужен. Затем ставим пакет DHCP relay. У этой программы нет файла настроек и все опции передаются через командную строку. И вроде у нее есть свой сервис, но в нем не указаны адреса DHCP серверов. Поэтому этот сервис нужно редактировать, можно сразу через systemctl. Здесь в конце строки exec start прописываем адреса DHCP серверов через пробел. Сохраняем и выходим. Затем запускаем сервис и добавляем в автозапуск. На этом с настройками DHCP relay на роутер 3 мы закончили. Также нужно поднять его на роутер 4, так как в случае если адрес будет на нем, у нас DHCP relay перестанет работать полноценно. Подключаемся на роутер 4, устанавливаем пакет DHCP relay. Затем редактируем сервис, прописывая в нем адреса DHCP серверов. Запускаем сервис и добавляем в автозапуск. С релеями закончили. Возвращаемся на DHCP 1 и запускаем сервис. В автозапуск добавилось. Заодно проверим статус. Все запущено, все работает. Также сразу запускаем на DHCP 2. Затем идем в логи DHCP сервера. В логах мы должны увидеть сообщение boss-servers-normal. Именно оно нам говорит о том, что сервера видят друг друга. Давайте тестировать. Возьмем, к примеру, компьютер user1. Берем здесь статику и пропишем получение адреса по DHCP. Когда поднимем интерфейс, нас вытянет. Скорее всего поменялся IP адрес. Пойдем на DHCP 1 и посмотрим логи. Здесь мы видим, что пришел запрос DHCP Discover. Но написано load balancing to peer. То есть запрос будет обслуживать второй сервер. Мы видим по два запроса. Потому что оба DHCP Relay перенаправляли запросы. Посмотрим логи второго сервера. И здесь мы видим полноценный Dora процесс. Пришел запрос через адрес 10.0.3.2. Это адрес router3, то есть DHCP Relay. На него же был послан ответ. И теперь у user1 адрес 10.0.3.10. Для теста подключим еще один компьютер user2 и включим. Теперь начнем с логов DHCP 2. На этот раз опять IP выдал второй DHCP сервер. Поэтому я удалил и заново добавил в виртуалку user2. И теперь мы видим такое же сообщение. Load balancing to peer. То есть запрос обслуживает другой сервер. DHCP 1. Посмотрим его логи. А на этот запрос ответил DHCP 1 и выдал адрес 3.120. То есть первый адрес выдал DHCP 2. Второй тоже DHCP 2. А третий DHCP 1. Порядок в общем-то не важен. Главное, что оба сервера выдают адреса. Кстати, есть относительно удобный способ смотреть выданные IP адреса. Но для этого нужно установить пакет Perl. В директории usershare.doc DHCP сервер лежит скрипт, который может в удобном виде показать текущие лизы. От того, что оба DHCP Relay перенаправляют запросы, особой проблемы нет. Но логи загрязняются одинаковыми сообщениями. Чтобы это решить, можем сделать так, чтобы DHCP Relay работал только на роутере, у которого плавающий адрес. То есть, чтобы по VRRP приезжал не только IP адрес, но и сервис DHCP Relay. Но это будет вашим домашним заданием. Под конец стоит упомянуть про безопасность. DHCP, как и многие другие базовые сетевые протоколы, был придуман давно и действует низкоуровнево, на уровне MAC и IP адресов. На этих уровнях очень легко вводить себя за кого-то другого. Потому что и MAC адрес, и IP адрес можно подделать. Есть, конечно, механизмы защиты, но нужно понимать, что в сам протокол такую защиту не встроить. И на уровне самого DHCP сервера не все можно исправить. Например, подключается кто-то левой к сети и генерирует DHCP запросы на огромное количество рандомных MAC адресов. DHCP сервер резервирует все адреса под несуществующие компьютеры, и больше у него адресов не остается. Это называется DHCP Starvation. Дальше, скажем, можно поднять левый DHCP сервер. Обычно его называют ROG, который будет выдавать те настройки сети, которые нужны взломщику. Скажем, вместо рабочего роутера указать компьютер взломщика. Тогда компьютеры, получившие адрес от плохого DHCP, будут выходить через плохой роутер, и получится Man in the Middle Attack. И от первого, и от второго защищает DHCP Snooping, который настраивается на умных свечах. За этим обычно следит сетевой администратор, или отдел информационной безопасности. Но советую почитать про DHCP Snooping, чтобы иметь представление. Давайте подвезем итоги. Мы подняли два DHCP сервера, раскидали конфиги по нескольким файлам, настроили отказустойчивость, подняли DHCP Relay, убедились, что все работает, и немного поговорили про безопасность. Если говорить в рамках небольшой сети, DHCP довольно простой и понятный. Чем больше сеть, тем больше нюансов появляется, и тем больше нужно знать. Так или иначе, к DHCP мы еще будем возвращаться, но слишком углубляться я не планирую. Глава 4 Глава 4 Продолжение следует...